Привет, Серёга. Наши телезрители постоянно задают вопросы по ремонту и обслуживанию корейских автомобилей. Может на некоторые ответим? Давай, конечно. Как раз у нас в ремонте сегодня автомобили с бензиновыми моторами, самими распространенными. Ну да, в Сорренто, если так вкратце по всем автомобилям расскажем. Какие на них ставят моторы бензовые и что с ними происходит в среднем? Какие неисправности? Сорренто бензиновые моторы всегда здесь G4KE, 2.4 двигатель. Основные неисправности по двигателю это те, что возникают, прокладки, сальники и самая большая распространенная неисправность, проблемы с масляным насосом, вследствие чего происходит в дальнейшем капремонт. Масляное голодание, клинят движки. Это что касается Сорренто этих двигателей. Также, помимо двигателя, проблемы бывают с полным приводом. Это шлицевое соединение и муфты включения полного привода. Также постоянно требует внимания и обслуживания, чтобы не попадать на ремонт. Это по Сорренто, да. А это на капиталку поступил двигатель, да? Да, это у нас i40 G4NA. Двигатель сняли. Вот по чуть-чуть разбираем, дефектуем. Вот, кстати, рядом это Максим двигатель G4KD. Процесс сборки происходит. Сейчас, так понимаю, будем клапана регулировать, да, цепловые зазоры. А какие надежнее моторы? Да, сложно сказать. У нас полно и КД, и на. Не знаю. Про надежность, как бы, ну, до 150 тысяч достаточно надежная. Ну, а далее, кому как везет, кстати, кто-то даже и 250 проезжает, и 300, да. Ну, как правило, диапазон ремонта 100-150 тысяч. Рядом токарный цех, как говорится. Быстро заглянем, посмотрим, да. Вот, вот, он уже, в принципе, готов. Вот все засверлено, все подготовлено. Вот эти форсунки, они же и будут сюда установлены. А это у нас и на мотор, правильно? Да, это и на. Вот все, пожалуйста, на штатные места. И двигатель уже, наверное, от Капитана, да, я так понимаю? Да, он все загильзован, плоско шлифован, форсунки врезанные. Готов к сборке. Вот здесь это происходит, да? Да, да. Толярик приезжает, как мы уже видим. Ну, здесь ничего серьезного, обслуживание. Меняем тормозные диски и колодки по кругу. Масло ВКПП, масло в двигателе. Все, в остальном здесь нареканий нету, с мотором и коробкой. Все хорошо. Я заметил, знаешь, такую вещь? Да. По поводу вот такого автомобиля. Это Optima. Часто, в последнее время они начали приезжать. Заметил? Да. Ну, год последний. Да. Ну, видимо, пришло время, набрали свой пробег и все. Это тоже G4 ND. Да, по мотору ND небольшие конструктивные особенности есть, в отличие от и на. Ну, как мы видим, мотор-капиталица, эти особенности не спасают. И та болезнь, которая есть на двухлитровых моторах, на кроссоверах, она же и на седана. Ничего не поменялось. Ну, мы можем что порекомендовать, как проводиться? Наверное, больше внимания уделять пробегу? Ну, естественно, да. Своевременно обслуживать качественное масло. Не ездить на масле по 15 тысяч километров. Мы рекомендуем там промежуток 7-8 тысяч производить замену масла в двигателе. Также следить за частотой радиаторов и исправностью работы системы охлаждения. Потому что перегревы эти двигатели, ну, не любят. Сразу же дадут о себе знать. Да, да. Нет у них запаса никакого. Здесь, а, что? Карнивал. Здесь ничего серьезного, так скажем. Трифорный бензин? Нет, нет, нет. Два и два дизеля. Меняем трубку ГУР высокого давления. Дала течь. А в остальном все неплохо. Ну, про карнивалы уже все знаем про это поколение Евро-6. Основная проблема у них это с экологией. С экологией. Это самое основное. В остальном автомобили отличные. Что, вылили на улицу, на стоянку посмотрели, что там еще можно сказать? Да. Ну, можно туда заглянуть еще, в ту половинку, да? Или как? Ну, так, в принципе, знаешь, каждый день, можно сказать, одно и то же. Привыкаешь. Где там все быстро делать. Да. Ну, с этим местом вы также знакомы. Здесь автомобили уже готовые и ожидающие ремонт. Да, по каждой... Исключительно, исключительно, исключительно. Ну, в СИД это ремонт ходовой был. Здесь ничего такого. Ну, 2Х без двигателей стоят. Да, 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 да. Везде. Блин, да что ж такое? Как обычно, да? Опа! Видите, у нас ничего нет. Что мы здесь? Ну, скоро будет. Скоро будет, да. Сергей, а какая у нас статистика по возвратам? Ну, то есть, допустим, мы принимаем на капитальный ремонт двигатель, какой-нибудь чиним, потом владелец приезжает и говорит, вот, ребят, ничего у вас не вышло, у меня мотор сломался. Да, в принципе, не было. В принципе, не было. Нет. Были только случаи, когда, ну, мы не собирали двигатели, там, допустим, гильзовали блок в стороннюю организацию, кто-то там сам дали его собирал, и через несколько тысяч километров там приезжали. Да даже не через несколько тысяч километров, а чуть ли не сразу, да, с проблемой, что опять застучал, там, масло загорелось, и еще что-то. Ну, там при дефектовке мы обосновывали, что проблема была в сборке, а не в работе по гильзовке мотора. Да, также у нас есть такие гарантийные обязательства, я не помню точно. Гарантийные, так, если не ошибаюсь, да, 60 тысяч в год или полгода. Надо посмотреть документы, честно говоря, на приемке, наверное, да? А вот Рио у нас на стояночке стоит, какой замечательный хэтчбэк. Ну, Рио, кстати, тоже здесь ничего серьезного такого не делали. ДО, потому что на монтажу мотору все хорошо. Да, вот на Рио на Солярисах у них, в принципе, с моторами, можно сказать, всегда все в порядке. На них основная проблема, если и встречается, это течь, как он сальника, либо там прокладки клапанной крышки. Ну, в принципе, все. А, и сайлентблоки задней балки, у них еще больное место там. На пробеге порядка, там, ста тысяч, они выходят из строя, отрываются от втулки. Так, мы что, зайдем, давай зайдем в наш маленький цех, посмотрим, что у нас там, этот, как его, омарок. Это омарок. Это омарок. Да. Ну, вот, понимаете? Да, редкий представитель. Вот, кстати, сол, да, ну, опять же, с ними, как правило, всегда все хорошо. И это не исключение, как и говорил ранее, здесь была просто течь прокладки клапанной крышки. Хотя пробег уже почти 180. Да, 180. Прокладку поменяли. Все, замоем, проверим, отпустим дальше. Портер тоже периодически такое случается. Выбила фарсунку. Портовая цилиндра. Работяга. Будем ставить на нем простительно. В постели, да, постель, верт. Сколько? 570 тысяч. Да, 570. Пробег, вертыш будем ставить в постель. В идеале, конечно, менять саму постель, потому что на данных двигателях D4CB часто приходится то прокладку клапанной крышки менять, для этого снимаются форсунки, то с самими форсунками какая-то проблема. Соответственно, болты каждый раз открутил, закрутил, открутил, закрутил. И в один прекрасный момент резьба этого все-таки не выдерживает и начинает вырывать. Ставим вертыш, и проблема решается. Ну, в целом, все, в принципе, понятно. Тантофе, опять же, автовладелец приехал обслужить полный привод, но уже поздно. Там уже обслуживать нечего. Мы перед обслуживанием проверили, кардан вращается легко, а это говорит о том, что шлицы в корпусе дифференциала уже сорваны. Обслуживать там уже нечего, уже пора ремонтировать. Обслужить можно было за, по-моему, 5 тысяч рублей, а ремонт сейчас, наверное, 1070, я думаю, наверное, выгодит. Мы, кстати, тут озвучивали цену в Капотне, с Александром снимали тоже по дизельным двигателям, по дизельным автомобилям корейским, что это в среднем где-то 90 тысяч стоит, да? Ну, да, да, я так навскидку сказал, 70 бюлитов. А так, в зависимости, какая раздатка стоит и, ну, попутная работа, состояние шлицевого соединения промвала и внутренней гранаты, да? Ну, и все, от этого цена и колеблется. Ну что, наверное, все дальше. Все показали, рассказали. Это у нас происходит ежедневно. Ждем вас в гости на обслуживание и ремонт. Будут вопросы, пишите, звоните. Пишите, звоните, заходите, заезжайте. Все, спасибо. Все, все, пока, я протяжал. Давай, пока.